Рад приветствовать всех учителей, преподавателей, кому не спится этим собаким утром. Чуть в более полном варианте быть счастливым учителем и продавать свои знания ученикам. Я продажник с 95 года и работаю в банках. И как любой человек, у которого в руках молоток, основную проблему вижу в том, что все остальное – это гвозди. Как продать знания ученикам, как сделать это максимально эффективным, как оставить эти гвозди прямыми, эффективными и так далее. Мой опыт 26 лет последних – это банковская работа. В 2013 году меня занесло в область образования. Это была Академия управления и курс государственного регулирования рынка ценных бумаг. И я пропал, потому что оказалось, что взаимодействовать со студентами – это очень сильно заряжает, вдохновляет и помогает развиваться по профессии. Я полагаю, что примерно такие вещи вас тоже удерживают в профессии и дают сил. И, в общем-то, мои мысли, они крутились вокруг того, откуда у учителя может быть ресурс для развития силы, для развития. И как в этом процессе должны участвовать ученики, как их заманить на свою территорию и нанести непоправимую пользу. После Академии управления началась работа в институте бизнеса, бывшей ГИУСТ. И последние три года в обойме еще и БГУИР. Я думаю, что сейчас студенты все еще в хорошем смысле остаются детьми. И вот эта вот параллель с учениками в школе и студентами в университете, она допустима. Это не такие, не те взрослые дети, которые были, допустим, тысячу лет назад в первых университетах. Это все еще дети. Почему здесь нарисована кафедра? Это, пожалуй, основная моя претензия к современному университету. Тысячу лет назад это место, на котором лежала книга. Тот, кто имел право прикасаться к этой книге, читал. Остальные сидели рядышком, в лучшем случае записывали, может быть, просто запоминали. Знания не подвергались практически критическому какому-то осмыслению. И за тысячу лет поменялось очень немногое. Мне кажется, что темпы выстраивания связей, усложнения информации, появление нового как вспышка, появление и исчезновение, но все это оставляет след, все это меняет последующее. Темп ускорился, и нужно что-то менять и в школьном образовании, и в вузовском. В чем я вижу проблемы школьного образования? Если обобщить очень грубо и коротко, эта проблема состоит в том, что ученики не задают вопросы, не мотивируются на задавание вопросов, учителя не могут выходить за рамки. И вот этот запрет на выход за рамки очень сильно ограничивает, демотивирует и лишает процесс смысла. Вот мне хотелось бы поговорить об этом. Это провокационно, это сложно, это всегда вызов системе. Системе нужны, в общем-то, полезные или безопасные дураки. Системе не нужны сложности с малопредсказуемыми творческими людьми. Что значит выходить за рамки, и почему это необходимо? Ну, потому что детям нужен вызов, даже тем детям, которые уже на третьем или четвертом курсе вуза. Им нужен определенный протест, и то же самое нужно преподавателю. Вот эта книга, которая лежит на кафедре, допустим, изумительный конспект, который составлен 5-10 лет назад, по источникам, которым 15-20-30 лет, по идеям, которые сформировались десятилетия и, может быть, даже века тому назад, это все требует некоторого переосмысления. Но и самое важное, что это возможность вернуться, как сейчас модно говорить, в ресурсное состояние, принять вызов, преодолеть и завоевать новые вершины. Учителя не должны стесняться того, что у школьников есть чему поучиться. Джон Леннон как-то на вопрос учителя «Кем ты хочешь стать?» сказал «Хочу стать счастливым». Учитель сказал, что «Ты ничего не понимаешь в образовании». Он парировал «Вы ничего не понимаете в жизни». Мне кажется, что вот эта вот постановка вопроса, не вопроса о цели быть счастливым учителем, помогать оставаться такими же детям, это имеет право на существование. По поводу того, как находить ресурсы и какие ресурсы, ну, есть очень много, конечно, тематических статей про гулять на свежем воздухе, пить чистую воду, баловать себя вкусной едой, иногда полезной, покупать книги. Это все прекрасно и напоминает любимый мой анекдот про мышей, которых, значит, в лесу все обижают, самый слабый зверек. Ну, и они задались целью что-то изменить, что делать, что делать. Мы говорим, «Мыши, сходите к филину, он мудрый, он поможет». Мыши побежали к филину, говорят, «Вот такие дела, как нам стать, как нам изменить ситуацию». Ну, филин почесал когтем за ухом, говорит, «Все просто, мыши, вам надо стать ежиками». Мыши такие, «Здорово». Побежали на полдороги, значит, возвращаются к филину. Филин, идея супер. Как? Не знаю мыши, я стратег. Вот такая немножко печальная история. У каждого история про ресурсы будет немного своя, но канва понятна. Не всегда понятно, где взять деньги и силы, чтобы вот встряхнуться и изменить ситуацию. Но мы про это еще чуть-чуть поговорим. Как взрываю немного ситуацию я. Первое занятие с новой любой группой – это контрольная работа, две контрольных работы за пять минут. Студенты должны написать список из пяти книг, которые впечатлили за последний месяц, полгода, год, ну или ладно, уже за всю жизнь. И вторая работа – написать пять новостей за последнюю неделю, ну, в крайнем случае, месяц. И иногда с данной работы остаются пустыми, там с пометкой «Не читаю книг, не слежу за новостями». Я заранее обозначаю, что это, в принципе, допустимо. Огорчает, когда таких работ больше, допустим, 20%. Но бывает. В этом году, в сентябре, в книжной контрольной работе я увидел потрясающую концентрацию антиутопий. 451 градус по Фаренгейту, Орел, Хаксли, Замятин, Голдинг. Там было мало светлых книг. Но это значит, что дети находятся в том же информационном поле, что и мы. Это надо признавать, это надо учитывать. И да, возвращаемся к тому, что они не умеют задавать вопросы. Они не обучены задавать вопросы. Это не считается чем-то абсолютно нормальным и желательным в школе. Хотелось бы, чтобы вы с этим начинали что-то делать. Учитель связывает знания со смыслами. Если это просто вал информации, ну, он и будет или оседать каким-то таким грузом пыльным, или пролетать мимо. Но вот эта вот непривязанность каких-то знаний к практике, то, что очень нуждается в корректировке, на мой взгляд. Вкусные темы. Там дальше в приложениях к презентации будет большой список. Это практически все, что угодно. Вот вчера принимал зачеты, попросил студентов дополнительно прокомментировать ситуацию в школе. Вот что бы они хотели изменить, что им запомнилось хорошего-плохого. Меня удивило и порадовал факт, что многие студенты очень тепло вспоминали свою школу. Важная особенность практически всегда эти теплые воспоминания привязаны к учителю или нескольким учителям, которые умели связать знания с практикой, даже не с практикой, а вот именно со смыслом. И когда, допустим, речь шла про возможные изменения, кто-то говорил, что ну зачем мне про литосферные плиты, зачем мне глубоко погружаться в геологию, географию через пару учеников, ну поскольку это онлайн и все друг друга слышат. Кто-то говорил, да ладно, география и геология очень нужны и это и строительство, и добыча полезных... Ну, то есть нашел, что возразить. Кто-то обозначил, что вот нас заставляли по математике тоже делать презентации, как это может быть интересным. Тут же находились ответы внутри группы, что а рассказать про Георгия Перельмана, а рассказать там про простые числа, в общем, бездна тем в любом предмете, которыми можно прикорить, заинтересовать. И, ну вот, например, неожиданно хороший фидбэк получил по контрольной работе, которая... Предмет «История денег». Я перечислил где-то 15 ипостасей денег, лидийские монеты, китайские бумажные деньги, биткоины, свободные деньги, частные деньги, бирки, палаты, шахматные доски в Англии. Короче, все эти термины надо было кратко объяснить и проранжировать по времени, что зачем возникло. И вот такой формат работы, ну, просто неожиданно был тепло принят, и это вовлекло их в термины «глубже», это расширило рамки предмета и понятия, и это было хорошее развлечение, как сами студенты сказали. Дебаты, ну, это то, что цепляет. Вообще, из университета, боюсь, что как и из школы, кроме каких-то базовых навыков и знаний, самое ценное, что можно вынести студенту, это ресурс доверия, это горизонтальные связи, это возможность общаться, создавать бизнесы после обучения. За это можно заплатить четырьмя годами учебы, но если этого не возникает, то очень сложно оправдать такую потерю времени. Выездные занятия и приглашенные звезды это про хакатоны, это про специалистов со стороны. Какой бы ни был замечательный учитель, он он свой, он знакомый, новое привлекает больше внимания, и если у вас есть друг, которого можно заманить на занятия, и это тоже выход за рамки, и этот друг специалист какой-то узкой конкретной области, это будет интересно, это заставит детей задавать вопросы, то есть это я регулярно стараюсь практиковать. Ну и опять же, когда видно, что устали и надо переключиться, я задаю какой-то неожиданный вопрос, и это тоже в формате пятиминутной контрольной работы, в приложении будет ответ студентов на вопрос, что такое свобода, они были немного застегнуты врасплох. Ну и да, по поводу лишней фигуры, это просто иллюстрация к этому всему, надо спорить, надо задавать вопросы, надо выходить за рамки. решение тут совершенно однозначное, но если кому-то интересно, не будем его палить. Невосполнимый ресурс, один из немногих, это время, здоровье еще можно поправить, есть замечательная пословица, что спасибо Боже, что взял деньгами, то есть потеря денег не страшна, на самом деле вот этот формат календарей, он скажем так, некоторых очень сильно впечатляет до полного отторжения, ресурс, времени чрезвычайно ограничен, эти календарики, там где один ромбик это один год, один кружочек один месяц и в строке получается три года или по неделям, неделя это то, что легко удержать в голове, неделя мы можем сказать, ну вот эта вот неделя была, я отмечаю белым камушком, как было в одной из книг, здесь можно смотреть, что проделано, как проходят процессы, вот допустим, отсюда до сюда я работал в одном банке, отсюда до сюда началась работа в университете, здесь одна отмеченная точка удачно реализованный проект, то, что возвращает нас в ресурсное состояние, это наши достижения, наши победы, задуматься о том, что было сделано в каждом году, самое важное, что было сделано в каждом месяце, может быть, что за неделю удалось сделать, это мотивирует, это поддерживает, это вдохновляет, как не было бы страшно смотреть на продолжение этого календаря, можно смотреть и можно на нем планировать последующее, это очень сильно отрезвляет, это пугает, это возвращает смысл, так что любые работы с планированием, они очень важны, это то, чего тоже не хватает в школе, дневники, то есть введение дневника, потому что введение блога это скорее самопрезентация без осмысления и без какой-то критической цели, задачи, просто подумайте, может вам это как инструмент пригодится. На студентов произвело очень сильное впечатление, и они даже пробовали, как в диаграммах Ганта, опять же, проводить какие-то линии, выделять блоки недель на свои проекты, горизонт планирования, он у нас здесь и сейчас в конкретной стране в конкретное время, очень небольшой, слишком высока вероятность, ну, изменятся цены, изменятся курсы, изменится политическая ситуация, изменится все, что угодно. Как я могу планировать, если я иду по улице, и вдруг мне кирпич на голову упадет? Вот вплоть до таких аргументов используют студенты. Страх посмотреть в будущее, он, в общем-то, сильный, иррациональный, и это то, с чем можно и нужно бороться, мне кажется. Вот так вот могут проходить выходы за рамки. два рюкзака я смог одновременно приволочь на семинары в Гуире интересных новых книг. Это то, как заряжаюсь я, приобретая книги и делясь книгами. То есть для меня это способ коммуникации, а не только сокровище и источник свежих данных. Участие в хакатонах. Спасибо стартап-хабу има-гуру за вот эти потрясающие эмоции, победы, новые знакомства, знания. Это переоценивается и переосмысляется в условиях эпидемии, в которых мы оказались в карантинах и локдаунах разной степени тяжести. И кажется невероятным, что мы, может быть, когда-нибудь сможем вернуться к тому, чтобы стоять плечом к плечу, но я надеюсь, что все-таки вернемся. Социальное дистанцирование не должно, на мой взгляд, стать новой нормой. Это вынужденная мера, а не предпочитаемое поведение. Ну, есть такая шутка, что человеку для того, чтобы оставаться в здравом уме, каждый день нужно восемь объятий или один раз дать кому-нибудь проявить агрессию. Я думаю, что мы преодолеем эту ситуацию и социальное дистанцирование останется исключением, а не правилом. Но искать новые форматы можно даже в виртуальных пространствах, потому что зум, к которому мы привыкли по сравнению с весной, сейчас это уже рабочий инструмент. Привлекать туда господи, это уже вообще не имеет границ. Кого вы смогли заманить, хоть из Америки, хоть из Европы, хоть из Австралии, вот у вас приглашенная звезда такого уровня и такого географического отдаления и тоже спокойно может взаимодействовать с вашими подопечными. Это здорово, этим надо пользоваться. Ну и да, пошли доп. материалы. По ссылочке вы сможете сгенерировать календарь на количество месяцев от 6 до 48. Это печатается на инженерной бумаге или на баннерном листе. У нас хватает полиграфии, которые позволяют это выполнить. это получится вот примерно такого размера листик на стену хорошую. Есть внизу строчки, чтобы под месяцами по дням, там, конечно, не видно, вы зайдете по ссылочке, увидите, как это выглядит, сразу в PDF генерируется, планировать какие-то процессы, контролировать их течение. Это все те же диаграммы Ганта. оставлять комментарии, клеить стикеры. Для групповой работы это бесценный инструмент. Для индивидуальной работы, если вы в серьезных проектах, в разных проектах, это тоже отличный инструмент. Ну и да, к слову, о целеустремленности. Презентация будет доступна, организаторы все выложат, все сохранят. Не безинтересная статья буквально просто на днях попалась, это к навыкам и компетенциям, которые актуальны на самом деле уже вчера. Список не безинтересный, зачитывать не буду, все это посмотрите. А вот этот список выстрадан студентами, тоже была маленькая работа, что самое важное вы видите в нашем обучении, чего вам не хватает. И получилось, что не хватает критического мышления, не хватает навыков в области коммуникации с людьми и с машинами, так, 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 не хватает умения отличать сигнал от шума. Ну, сигнал это правда, а шум это то, что отвлекает от правды, если коротко, и умение формулировать цели и их достигать, знание языков английский, китайский и языки программирования, цифровая грамотность, умение взаимодействовать с IT-сферой, потому что проникновение информационных технологий в любую традиционную сферу, банковское делу получается финтех, медицину медтех, образование этих техов сейчас очень много и они все либо про оптимизацию обработки информации, либо про оптимизацию логистики, учета. Они приобретают иногда неожиданные формы, но очень быстро становятся чем-то обычным. Uber использовал возможность геолокации, платежей и вызова такси, превратил это все в одну кнопку и сервис в общем-то меняет мир и стал новым словом уберизация. Уберизация самых разных процессов. Вот цифровая грамотность примерно в этом смысле, в понимании того, что происходит и куда это может пойти еще. Здесь обозначены некоторые темы ловушки. Иногда этот список просто попадал к студентам и хотите сделать какую-нибудь презентацию делайте. На мой взгляд ученики старших классов более чем готовы к погружению в вопросы искусственного интеллекта или ну не знаю у каждого свое есть и это действительно может быть очень широким кругом и практическая ориентация в этих вопросах может быть так. Это то, что было отвечено на вопрос что такое свобода и ну это не самый провокационный вопрос не самый сложный но очень востребованный все годы вот что я работаю в высших учебных заведениях я спрашиваю так или иначе у каждой группы как вы относитесь к политике и на самом деле это была неловкая пауза каждый раз это была неловкая пауза ну что мы туда не лезем это грязное дело нам не интересно ситуация изменилась в этом году коренным образом разговор затянулся практически на час и он был очень горячий нельзя отрицать это возникшее измерение оно возникло даже в детских садиках поэтому не бойтесь слышать вопросы у детей не бойтесь задавать вопросы детям мотивируйте детей задавать вопросы собственно говоря да я надеялся на больший интерактив и на презентации указаны мои контактные данные они будут я есть в фейсбуке мне очень интересно ваше взаимоотношение с книгами осталось ли это потребностью или и или осознанной необходимостью перешли ли вы на электронный формат или остаетесь в бумажном как много книг вы себе позволяете в месяц или в год вот обо всем этом и том что было в презентации я с огромным удовольствием бы продолжил беседу ну а сейчас благодарю и если есть вопросы если есть какие-нибудь комментарии я на связи спасибо 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 Продолжение следует...